Мой доклад будет весьма элементарным, ведь частицы элементарные, и доклад будет очень элементарный. Поэтому специалистов прошу меня за это извинить, а не специалисты могут не понять. То есть это нечто такое, зрение между тем и другими. Ну давайте я начну со всем простых и хорошо известных вещей. И вот этот слайд демонстрирует, что уже достаточно давно мы пытаемся проникнуть в то, как устроена окружающая нас материя. И пытаемся мы проникнуть все глубже и глубже, понимая, что то, что еще вчера нам казалось элементарным, оказывается неэлементарным. И где вот эти матрешки неэлементарности заканчиваются, по-настоящему нам на сегодняшний момент неизвестно. Ну еще вчера, скажем, мы думали, условно вчера, что такие элементарные частицы, как протоны, нейтроны, из которых состоят атомные ядра, это элементарные частицы, но уже несколько десятилетий назад, в середине примерно прошлого века или чуть даже раньше, выяснилось, что эти частицы неэлементарные на самом деле, а имеют внутреннюю структуру. Ну, кстати, вот это вот некое терминологическое такое различие, что же называется элементарным, оно, собственно говоря, сохранилось до сих пор, когда говорят физика высокой энергии, скажем, элементарных частиц, вот или там называется диссертационная специальность атомные ядра, физика атомного ядра элементарных частиц, то есть под элементарными частицами понимаются и протоны, и нейтроны, и брелоны, другие всевозможные, там, лямбда, кси, или мизоны, пионы, колоны и так далее, все эти частицы, которые, как бы, строго говоря, элементарными на сегодняшний день не являются. На сегодняшний день элементарными частицами являются те, внутренняя структура которых, нами не обнаружены до сих пор, и они проявляют себя как точечные. Такие частицы, собственно говоря, упорядочены определенным образом и образуют так называемую стандартную модель, о которой я вам немножко расскажу дальше. Вот этими элементарными частицами, как вот здесь вот на этом рисуночке таком показано, являются либо лептоны, либо квартия. Это так называемые частицы материи, из которых построена материя нас окружающая, ну а силы, соединяющие вот эти вот элементы материи между собой в те уже неэлементарные объекты, которые мы знаем, эти силы обусловлены переносчиками так называемыми. И этими переносчиками взаимодействий являются глюоны, это те частицы, которые склеивают кварки внутри адронов, образуя вот эти барионы и мизоны, фотоны, которые склеивают атомные ядра с электронами в атомы, а дальше эти атомы соединяются в молекулы и так далее, и так далее. Мы в итоге доходим до того вещества, которое нас окружает. Вот. Ну, история не заканчивается только этим. Есть еще переносчики взаимодействий, электрослабые, которые ответственны за то, что целый ряд частиц не являются стабильными, и, в частности, вот эти элементарные частицы далеко не все стабильны, практически все они нестабильны, они распадаются. И, собственно говоря, и поэтому мы вот в окружающей нас природе фактически видим только частицы материи так называемого первого поколения, а всего их три поколения, вот в той науке, которая называется стандартной моделью. Ну и гравитация. Гравитация наиболее известная, что ли, с древнейших времен взаимодействия, которая, так срочно говоря, в стандартную модель не входит, потому что она существенно-существенно меньше по своей силе, по сравнению с другими взаимодействиями. Но, тем не менее, вот для того, о чем я буду говорить чуть дальше и о чем мы будем говорить все эти дни вот этого школы-семинара или симпозиума, форума, который мы проводим, эти взаимодействия играют исключительно важную роль в окружающей нас Вселенной, гравитационных взаимодействиях. Ну вот в физике высоких энергий, элементарных частиц вводится такая система единиц, которая называется естественной. Для специалистов это известно, для неспециалистов, может быть, сразу трудно это воспринять, когда постоянная планка и скорость света в этой системе единиц полагаются равной единице. И вот некий переводной множитель, который я обычно прошу запомнить студентов как очи наш, выражается вот такой вот простой формулой, когда единица делить на ГФ, а ГФ это 10 в девятой степени электрон-вольт. Так вот, вот эти единицы на ГФ примерно равно 2 умножить на 10 минус 14 сантиметра. Вот эта вот переводная единица оказывается очень удобной, потому что соотношение неопределенностей Гайзенберга, которого тут вот написано ниже, и смысл которого в квантовой науке, а весь мир элементарных частиц – это область, которая описывается квантовыми законами, так вот, соотношение неопределенностей нам говорит, что чем точнее мы хотим знать информацию о координате, чем глубже в материю мы хотим проникнуть, тем нам больше соответственной энергии или переданные импульсы необходимы. Ну и, видите, тут даже удачно вот эта вот двойка, если начать подставлять, сокращаясь вот с этой вот одной-второй в соотношении неопределенностей, и получаются такие замечательные соотношения, что если у нас имеется какой-то прибор, а такими приборами, своего рода микроскопами, позволяющими заглянуть в глубь материи, являются в настоящее время коллайдеры, то, скажем, если у нас имеется вот такой вот переданный импульс или доступная нам энергия порядка 100 ГФ, то вы легко пересчитаете вот из этих соотношений, что это соответствует 10 минус 16 сантиметра, а 1 ТФ, и это та область, которую мы сегодня достигли, которую мы весьма-весьма неплохо понимаем, это примерно 10 минус 17 сантиметра. Так вот, я напомню, что характерные размеры протонов и нейтронов, это примерно 1 Ферми, то есть 10 минус 13 сантиметра, размеры ядер характерные, это 10 минус 12 сантиметра, помните, размер атомов, ангстрем, 10 минус 8 сантиметра. Вот смотрите, насколько глубже мы знаем структуру материи уже сегодня. Ну а большой адронный коллайдер, о нем я вот дальше буду говорить, который в настоящее время работает, он нам позволяет продвинуться глубже, еще примерно на порядок и посмотреть, как же там устроена наша материя. Ну и, видите, вот те расстояния, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся изучать окружающий нас мир, окружающую нашу Вселенную, они простираются, ну вот от этих 10 минус 17, которые мы знаем, но на самом деле значительно глубже, и где-то здесь есть то фундаментальное время, а именно планковское время или соответствующее так называемое планковское расстояние, планковская длина примерно 10 минус 33 сантиметра, вот от таких очень сверхмалых расстояний и до крайне больших расстояний, это наши пределы наблюдения во Вселенной нашей, так вот оказывается поразительная вещь, что изучая те законы микромира, которые управляют устройством вот на этих самых-самых маленьких расстояниях, мы в итоге получаем информацию о том, как же все это развивалось и как это устроено, по мере того, как после Большого взрыва начала формироваться наша Вселенная, и вот все вот эти вот этапы того, через какие стадии проходила наша Вселенная, собственно говоря, в той или иной степени являются предметами вот тех образовательных программ и научной деятельности, которая в рамках нашей школы ведется. Ну и вот та, значит, программа, про которую я сейчас буду говорить чуть более подробно, причем дальше вернусь к научной ее части, называется «Физика острочастиц и темная материя». Ну и вот это одна из программ в рамках научно-образовательной школы «Космос». Значит, эта программа, она как бы была задумана и составлялась так, вот вы можете посмотреть, вот тут перечень курсов, которые планируется читать в рамках этой программы, и идея была в том, чтобы познакомить людей с самыми такими фундаментальными вещами, с которыми сталкиваются ученые при изучении устройства нашей Вселенной, начиная от вот тех идей, связанных со стандартной моделью и той ролью, которая стандартная модель играет в формировании нашей Вселенной. Естественно, нам необходим аппарат, а таким аппаратом теоретическим для исследования вот этих вещей является квантовая теория поля, и основы квантовой теории поля, как релятивистского обобщения квантовой механики, абсолютно необходимы, чтобы понимать то, что делается и как. Ну и, видите, тут у нас есть и введение в космологию, и введение в темную материю, одна из таких загадочных субстанций, о которой будет следующая сегодняшняя лекция более подробно. Мы будем специально рассматривать физику нейтрино, космических лучей, способы регистрации частиц в современных детекторах, как это вообще делается. Ну и понятно, что стандартная модель – это не последнее то, до чего мы должны были бы дойти, но еще пока не дошли. И вот идеи того, как тут продвигаться дальше, тоже будут обсуждаться нами. Но для того, чтобы глубже во все это вникнуть, разработан целый набор курсов по выбору, которые студент может выбирать для того, чтобы определить, как это сейчас на современном языке называется, свою собственную гибкую образовательную траекторию, вот такие нынче модные слова. Но не важно, какие это слова, а важно то, что человек может выбирать самые различные аспекты, которые ему нравятся вот в этой вот области, с тем, чтобы проникнуть или достичь какого-то уровня, который ему позволит заниматься уже профессионально, а, собственно говоря, начинать заниматься профессионально, он станет фактически с самого начала вместе с кем-то из научных руководителей, кого соответствующий студент выиграет. Ну вот, возвращаясь к стандартной модели, посмотрите, я вам уже сказал, три поколения лептонов и кварков, переносчики взаимодействия. И вот последняя частица, о которой я как раз побольше сегодня поговорю, просто потому что она была открыта совсем недавно, я хочу отметить, что все частицы стандартной модели на сегодняшний день открыты, нет никаких сомнений в том, что все они существуют, но проявляются они очень по-разному, и на самом деле можно вчитать, может быть, не один курс, а целый семестр, или даже больше про каждую из этих частиц, ну и в частности, вот скажем, про нейтрино, будут отдельные курсы. Вот стандартная модель, на самом деле многие люди критикуют вот это слово модель, которое пошло, это слово с каких-то таких, ну, предыдущих времен, по-настоящему стандартная модель, это настоящая квантовая калибровочная теория поля, очень элегантная, видите, Гогранжан записывается достаточно в таком очень простом виде, и так очень емко, так что это, вот видите, на церновской майке можно даже было изобразить, и даже как-то трудно себе представить, что это такой простой Гогранжан, изображенный на майке, но только с виду на самом деле простой, когда начинают детали разбираться, то выясняется, что это очень и очень нетривиальная конструкция, но вот сама эта теория, стандартная модель, которая как бы устаканилась за последние примерно 50-60 лет, как многие считают, это одно из наиболее важных интеллектуальных достижений человечества. И вот в этом интеллектуальном достижении некую особую роль выполняет вот эта вот последняя частичка, которая была найдена и названа Базоном Хиггса. Многие, я не знаю, вы, наверное, слышали такую терминологию, термин такой, частица Бога. Ну, на самом деле, интересная история, как эта частица Бога, откуда это Бог произошел вообще, ну, и тут никакой мистики, оказывается, нету, просто один из нобелевских лауреатов, один из создателей всего вот этого, и тот человек, который обнаружил Бэкварт, ему за это была присуждена нобелевская премия, Лидерман. Так вот, они с одним журналистом писали книгу на эту тему, и еще до открытия Базона Хиггса, и он называл эту частицу, вот чертова частица, она никак не ловится, ее не удается поймать. Но журналист сказал, что как-то чертова частица все-таки плохой термин, и давайте мы его назовем лучше не чертовой частицей, а частицей Бога, как нехорошо чертова частица. Вот так вот появился этот термин, ну, а потом он уже вошел в разные учебники и так далее, и так далее. Почему это такая замечательная частица? Я не буду тут объяснять вам детали того механизма, спонтанное нарушение симметрии, все это очень красиво, глубокие корни под собой имеет, и это все то, что мы будем в деталях изучать с вами на протяжении обучения по вот такой вот магистрской программе. Но так, условно, выглядит так, что вот наличие такой частицы, а на самом деле не самой этой частицы, а соответствующего поля изначально, собственно говоря, возбуждение над вакуумным состоянием этого поля, такой вот частицы является, бозоном Хиггса, а само основное состояние, оно оказывается весьма нетривиальным, это такой разлитый повсеместно некий конденсат, и вот то, как появляется масса частиц в таком вот конденсате, ну, так условно изображены вот на этой картинке, когда вот это этот конденсат, а тут вот частицы влезают в этот конденсат, это как бы продирая сквозь этот конденсат, обрастает массой. Ну и понятно, чем сильнее взаимодействие частицы с конденсатом, тем большую массу она образует, вот так очень грубо, не совсем правильно, но такая аналогия того, чтобы понимать, как вот получается, ну и, кстати, сам квант возбуждения, то есть бозон Хиггса получает тоже массу за счет взаимодействия со своим же собственным конденсатом. Вот стандартная модель, как теория, которую мы будем изучать, позволила сделать расчеты и предсказания всего того, что можно было бы получить на коллайдерах, и в частности с помощью стандартной модели до того, как был обнаружен бозон Хиггса, было понятно, какие ожидаются процессы рождения, какие должны быть основные моды распада, и поскольку все это несколько процессов рождения, целый ряд мод распада, такая достаточно сложная игра была связана с тем, как же выделить такой сигнал, если эта вообще штука существует. Ну и, собственно говоря, это была одна из основных целей, для которых был создан вот этот вот грандиозный проект под названием Большой Адронный Коллайдер Лач-Адронный Коллайдер на границе, расположенной Швейцарии и Франции, глубоко под землей, примерно на глубине 100 метров, извините, пожалуйста, а длина окружности примерно 27 километров, были размещены вот это вот кольцо, вот ускорительная система здесь, ну а протоны и протоны вращались в разные стороны и сталкивались в каких-то определенных местах, и в этих определенных местах были размещены детекторы. Кстати, очень нетривиальная система ускорения, здесь очень интересные вообще электромагнитные поля, и вот эти вот магниты, это крайне сложные, очень интересные сверхпроводящие такие структуры. Я замечу, видите, протоны-то заряженные частицы с одним и тем же знаком заряда, они летают в разные стороны, летают в разные стороны по одному и тому же кольцу. Как мы знаем, если у нас элементарная частица в поле, она должна была отклоняться, но в одну и ту же сторону. Так вот тут весьма нетривиальная конфигурация полей, что частицы протона в разные стороны летают, а по одному и тому же, тем не менее, кругу более-менее. Ну вот тут еще раз указано, что причем это были исходные планы, которые немножко модифицировались впоследствии. Вот, значит, сначала 7,8 ТЭФ энергия в системе центра масс, это так называемый РАН-1, или сеанс-1, который был. Затем думали, что уже на втором этапе будет 14 ТЭФ, но в реальности получилось, что второй сеанс закончился на 13 ТЭФ, хотя та интегральная светимость, а светимость – это такая характеристика, говорящая о том, сколько событий на самом деле набрано. То есть, если, скажем, у вас имеется какой-то процесс с сечением 1 Фемтабар, 1 Фемтабар – это очень и очень маленькое сечение, то вот таких вот событий с сечением 1 Фемтабар ожидалось бы примерно 100 за рабочий год функционирования такой машины. Вот что означает такая вот интегральная светимость. Так вот, уже сейчас на 13 ТЭФ было набрано больше, чем то, что ожидалось изначально. Большой адронный коллайдер. Как это очень часто случается с машинами такого класса, после определенной работы они, оказывается, работают лучше, чем даже то, что ожидалось и закладывалось изначально. Ну, тут я покажу несколько таких фотографий. Многие из вас видели такого сорта фотографий. Вот кольцо в ЦЕРНе. Вот тут вот ездят люди периодически на велосипедах, проверяют, как это все. Есть. Вот смотрите, это то, что под землей. Вот это примерно 6-7 этажные здания экспериментального корпуса ЦЕРНа, так называемое, сороковое здание. А вот это в сравнении показан детектор Атлас. Вот такая вот махина находится глубоко под землей. Ну, а вот эта часть детектора CMS. И вот тут вот для сравнения, видите, люди. Сложная очень электроника. Очень все вообще, ну, что там говорить. Интеллектуальное достижение человечества. Эти детекторы тоже. Вот тут я еще раз показал более крупно тот же самый рисуночек. В частности, вот это вот маленькое, ну, как маленькое, 6 метров в диаметре. Вот это вот нахлобучка. Это тоже такой особый вклад российской промышленности и наших инженеров, наших ученых. Вот тут много чего внесли наши ученые. Но вот это вот особая часть из особых материалов. Целая интереснейшая история о том, где эти материалы взялись, как их раздобыли, как поставили, как обработали. Но я сейчас не буду об этом говорить. Ну, и когда Большой адронный коллайдер запустился в 2010 году, там не так все просто было с самого начала, но потом все устаканилось. И вот видите, тут приведенная визуализация тех событий, которые происходят. Вот, скажем, в Алисе, где сталкиваются не только протоны, ускоряются и сталкиваются в Большом адронном коллайдере, но и ядра, вот это ядра свинца. Посмотрите, что происходит. Как много рождающихся частиц они образуют вот такие следы в детекторе. Посмотрите, как все это восстанавливается. Потрясающе вообще все это уровень, технический уровень и компьютерный уровень всего этого, в общем-то, потрясает. Ну, вот как-то мне, ну, это так уже для студентов такой очень простенький вопросец. Вот эти вот 7 ТЭФ, которые там, видите, 7 плюс 7 всего, значит, 14 ТЭФ, вот 7 ТЭФ в пучке протонов, это та энергия, которую вот комарик, если взять комарик и посчитать его кинетическую энергию, типичную, примерно будет вот эти вот 7 ТЭФ. Ну, и одна студентка меня как-то спрашивала, почему бы не искать тогда бозоны Хиггса в столкновениях вот этих вот комариков, да, что там протоны, вот два комарика сталкивать, энергии достаточно. Действительно энергии достаточно, но, правда, они будут распределены между числом аллогадра, примерно, тех составляющих этого комарика. Ну, вот 12 июля, извините, в 12-м году, 4 июля, было такое выдающееся событие в ЦЕРНе, когда было заявлено на специальном семинаре о том, что достигнута статистическая значимость, позволившая говорить о том, что обнаружен новая частица, новый бозон, бозон Хиггса. Ну, и тут вот этот знаменитый семинар это с Поксманной коллаборацией CMS и ATLAS Фабиова Жанотти, она сейчас генеральный директор ЦЕРНа, где, вот видите, это триумф, некий триумф мирового сообщества. Вот роль в которой тогдашний директор, генеральный директор ЦЕРНа в то время, а это Питер Хиггс, собственно говоря, с именем которого и ассоциируется тот бозон, который был найден. Ну, по мере работы большого адронного коллайдера, по мере набора статистики, вот этот вот маленький сигналчик, который, значит, был объявлен тогда как открытие, становился все лучше и лучше, все четче и четче, сначала в РАНе 1, а потом и в РАНе 2, при других энергиях тоже была эта частица выделена, вот видите, как вот эти вот печки тоже становятся все более и более четкими, и регистрация была в двух таких достаточно нетривиальных и маленьких по величине модах распада с брейчингами примерно, брейчинг это вероятность, относительная вероятность распада 10-3 по сравнению с основными, но именно вот в этих вот модах удавалось выделить сигнал над фоном. Фоновые всегда условия очень серьезные для выделения таких вот процессов. Ну и в 2013 году вот те люди, которые предсказали наличие такого вот эффекта, который называется спонтанным нарушением симметрии электрослабой, и вот как следствие этого эффекта появления и предсказания бозона соответствующего, те люди, которые остались в живых, это Энглер и Питер Хиггс, они получили Нобелевскую премию и формулировка, которая была в теоретическом открытии механизма, который обогащает наше понимание происхождения массовоатомных частиц, и который недавно был, недавно, это тогда, теперь уже, конечно, много времени прошло с тех пор, как вот это открытие состоялось, и наука дальше развивалась, ну а стандартная модель продемонстрируя продемонстрируя впечатляющее согласие с огромным количеством экспериментальных данных, она подвергалась самым многочисленным разнообразным проверкам, ну и тут показана ну только маленькая доля различных электрослабых наблюдаемых, которая, собственно говоря, проверялась с помощью значительно меньшего числа параметров, подгоняла значительно большее количество данных, ну и в некоторых случаях вот точности предсказаний, теоретических предсказаний оказывались на уровне лучше, чем десятая доля процента. Но оказалось, что в стандартной модели ну как-то есть целый ряд каких-то несуразностей с одной стороны, а с другой стороны целый ряд эффектов, которые заведомо не укладываются в стандартную модель. Ну и один из таких наиболее интересных, что ли, и получивших такое повышенное внимание в последнее время, это вот наличие темной материи во Вселенной, о чем будет специальный доклад Валерия Анатольевич Рубакова, следующий доклад. Ну а к вас несуразности видите, я вам сказал, что масса частиц происходит от одного и того же механизма, замечательный механизм, механизм спонтанного нарушения симметрии, и вот связан с ним бозон Хиггса, но этот один и тот же механизм, видите, дает, скажем, массу топ-кварка, которая 173 гэла, и массу электрона, который 0,5 мэла, и, возможно, массу нейтрина, мы не знаем, какова масса нейтрина, но мы знаем, что разница масс нейтрина, она вот примерно 10-3 электронвольта, а разница должна быть обязательно, потому что мы знаем, что есть осцилляции нейтрина, хотя мы не очень понимаем природу этих осцилляций, так вот, если масса нейтрина вот такого сорта, как 10-3, а может быть, даже меньше электронвольт, то получается, что один и тот же механизм, а числа-то посмотрите, там у них разница на многие-многие порядки, и когда такое случается, то об этом говорят как о том, что числа-то не очень натуральные, да, вот натуральными числами в стандартной модели были бы числа порядка сотни ГФ, порядка массы того же бозона Хиггса 125 ГФ или вакуумного среднего, примерно вдвое большего, примерно 250 ГФ, масса топ-кварка в этом смысле это число вполне натуральное, а вот числа 10-3 электронвольта это какие-то весьма ненатуральные числа в этом плане. Стандартная модель ничего нам не говорит о том, как же так получилось, что во Вселенной мы видим только вещество и не видим антивещества, для этого нужно ЦП-нарушение. ЦП-нарушение в стандартной модели есть, но его совершенно недостаточно для того, чтобы объяснить вот это явление. Ну и стандартная модель, как я уже говорил, ничего не говорит про то, как там гравитация, почему она настолько слабее, в чем причина этого, ну а также, что такое темная материя, почему темная энергия, темную материю мы не понимаем, темную энергию подавно. Ну и остается масса вопросов, на которые по сути дела стандартная модель никаких ответов не дает. Она говорит нам скорее, как устроен мир, но ничего не говорит о том, а почему он так устроен, почему три поколения, почему так вот лептоны и кварки очень как бы устроены похожим образом, хотя и во многом отличаются, но три поколения того и другого и так далее. Масса вопросов почему, вообще ни на один вопрос почему по существу стандартная модель не отвечает. И, конечно, вот все ученые так или иначе думают, что должен быть какой-то следующий шаг, который позволит понять, что же дальше, что за стандартная модель, что там глубже. И вот здесь опять же исключительно важную роль играют не только коллайдеры и может быть даже в какой-то мере не столько коллайдеры, сколько изучение устройства Вселенной. И опять вновь потрясающая такая связь одного с другим. Но человеческая мысль движется, люди хотят выйти за рамки стандартной модели, как бы объяснить то, чего стандартная модель не может объяснить. Ну и самые различные варианты, связанные с теориями за рамками стандартной модели, такое устоявшееся словосочетание BSM, BN the Standard Model, BSM. Я не буду, конечно, вам сейчас говорить, это предмет отдельных лекций, курсов лекций, которые так или иначе будут встречаться у нас в различных курсах лекций, вопрос о том, как было. Вот эти две картинки, я для себя забавно так обнаружил, вот эта верхняя картинка, много лет назад мой сын был еще очень маленьким, увлекался рисованием, я попросил нарисовать для меня вот эту картинку, он ее изобразил, а много лет спустя вот эта картинка, вот эта фотография Питера Хиггса, видите, получилась такая немножко смешная аналогия. Ну, замечательная идея, суперсимметрия, вот мы будем специальный, у нас будет специальный курс, посвященный суперсимметрии, который очень красиво предсказывает, что каждому бозону должен соответствовать фермионы, наоборот, но немножко более тонко, чем это, но примерно так, к сожалению, суперпартнеров пока не обнаружено, и то, как эта теория устроена, какое место сейчас, и какие идеи в связи с этим выжили, какие уже умерли, мы тоже будем с вами обсуждать. Другая фундаментальная идея, тоже очень красивая, в развитии которой, вот, Валерий Анатольевич, Рубаков в следующую лекцию будет читать, он просто внес такой, ну, один из фундаментальных вкладов, состоит в том, значит, что нам никто не сказал, что если мы уходим на очень маленькие расстояния, которые мы пока не знаем, что на этих расстояниях, может быть, там, как говорится, число измерений не три пространства и одно время, как мы знаем, может быть, там больше измерений, и оказалось, что вполне можно построить достаточно разумные теории, и наиболее разумные варианты это так называемые меры на мембране или меры на брани, когда мы живем на какой-то такой поверхности многомерного мира, ну, и тут разные варианты, разные возможности, разные сценарии, там, АДД, РС, это сейчас неважно, это тоже предметы того, что мы будем с вами изучать в наших курсах, ну, а вообще говоря, когда мы хотим найти что-то новое, в частности, на коллайдерах, то могут быть различные случаи, что либо нам повезет, и, как говорится, вот, какая-то новая частица, да, она попадает в область доступных нам энергий, и тогда мы сможем в явь наблюдать такие новые частицы, а теория предсказывает массы, массы различных частиц, большое количество различных частиц, Z' prime, W' prime, техни, pion, техни, rho, kk states, squarkey, слептоны, и так далее, возбужденные состояния различные, но может быть ситуация, которая не так, как говорится, любезна для нас, конечно, может быть и ситуация такая, когда эти частицы есть, но они настолько слабо взаимодействуют со стандартной моделью, что вот этот вот печок, он такой маленький, что мы все равно ничего тут не увидим, но может быть и такая ситуация, что характерной нам энергии недостаточно, чтобы этот печок увидеть, и мы тогда, может быть, будем находиться в такой ситуации, когда мы будем изучать маленькие вот такие отклонения, возможные, и тут тоже целая наука сейчас существует о том, как правильно описывать вот такую вот ситуацию, и мы тоже будем об этом с вами говорить, но на сегодняшний день ситуация такая, я подхожу к заключению, что пока достоверно нами не найдены ни новые частицы по сравнению со стандартной моделью, ни новое взаимодействие, ни какие-либо значимые отклонения от взаимодействия и предсказанных стандартной модели. Но мы на самом деле находимся, что ли, в начале того пути, который задуман, и в частности в области коллайдерной физики и развития, в частности, ЦЕРНа, ну и других проектов, есть целый ряд проектов, которые я не упомянул, и которые исключительно интересны, где будут сталкиваться не только вот такие частицы, ну в частности огромная программа в ЦЕРНе по исследованию не на коллайдерах, а на выведенных пучках, очень интересные эксперименты, есть программы столкновения ядроядерные, как вот коллайдер НИКа, сооружаемый в Дубне, исключительно тоже интересная физпрограмма того, что происходит вот в самый момент что ли фазового перехода от состояния вещества из протонов и нейтронов в состояние вещества из кварков и глионов, так называемой кварглеонной плазмы, все это очень интересно, ну а ЦЕРН это вот то, что, как говорят Energy Frontier, то есть то, что стремится к наибольшим энергиям, ну и тут в ближайших планах вот это третий третий ран или третий сеанс работы, который планируется, в котором планируется достичь вот такой вот еще недавно просто немыслимой светимости 300 обратных фемтабар при энергии 14 F так называемой high-lume LHC, ну а дальше в ЦЕРНе существуют и следующие проекты, пока не принятые, не одобренные, но как бы теоретическое или предварительное феноменологическое и предварительная проработка возможных детекторов и то, как ускорять и так далее, все это находится в стадии уже исследования сейчас в ЦЕРНе, в настоящий момент, и вот эти вот проекты называются FCC, либо это протон-протонный коллайдер, либо FCC и плюс и минус коллайдер, либо FCC протон-электронный коллайдер с различными светимостями, и тут видите, вот это ныне существующая ЛHC, а вот это новое кольцо примерно 100 километров, которые вот тут под Женевское озеро заходят, но это вообще потрясающий проект на будущее, ну, никто не знает, будет ли он на самом деле принят, но идеи очень красивые, и будущее, которое они открывают, просто тоже потрясающее, но я хочу закончить такой вот небольшой цитатой, это выдающийся ученый Ричард Фейман, один из создателей основ квантовой теории поля современной, ну, я даже не буду тут ничего говорить, потому что то, сколько сделал вот этот человек, просто не укладывается в голове, но вот он написал когда-то, что он был теоретиком, как вы знаете, то есть ежели независимо от того, может быть, у вас блестящая теория, все прекрасно, и неважно, какой прекрасный, потрясающий вы ученый, да, но если ваша теория с экспериментом не согласуется, то, ну, наберитесь смелости признать, что она, как говорится, не верна. Спасибо.